Девушки отдыхают И поэтому сегодня я решила поговорить о древнем злаке Одном из самых популярных злаков сегодня во всей, в принципе, по крайней мере в западном мире Я знаю, что по всему миру сегодня об этом говорят Это семена чия Давайте немножечко попытаемся понять, что это и как это есть и с чем это есть Я вам немножечко попытаюсь рассказать то, что все-таки я уже успела из личного опыта узнать о них Что вообще просто поражает, это то, что семена чия особо богаты омега-3 насыщенными жирными кислотами То есть мы всегда считали, что у нас в основном лосось является таковым Но теперь мы знаем, что не обязательно есть лосось для того, чтобы получить омега-3 насыщенные жиры Что касается пищевой ценности, то семена чия содержат более 20% белков, 34% жиров, 25% пищевых волокон, а также значительное количество антиоксидантов В данном случае чия, которую вы видите на иллюстрации моего видео Чия, которую я приобрела в Коско Стоил этот пакет мне в районе 10 долларов Что не является страшным дорогим продуктом То есть нормально в качестве приправы, если мы его рассматриваем Вы знаете, тяжело описать, на что похожи семена чия Но я вам расскажу лично свое впечатление, с чем он у меня ассоциируется Чисто внешне он очень-очень похож, наверное, по форме может быть нет Но все-таки по ощущениям, когда вы берете его в руку, вот так вот и мелко перебираете в руке между пальцами Наверное, немножечко как на семена мака Но все-таки мак будет еще более нежным, мне кажется, и еще более мелким Чия она более такая, чуть-чуть побольше И более плотность такая высокая, мне кажется, более выше у семян Но вот происходит интересное просто волшебство Просто волшебство Во-первых, многие их едят просто вот так, вложат на язык и хромкоют ходят Но в основном, конечно, мы их употребляем после того, как мы приготовили из них такой маленький гель Значит, готовим такой джель Для вот блюд, которые сегодня я буду делать, обязательно нужно все-таки предварительно немножечко залить водой семена чия В принципе, все это делается на глаз Как таковых больших пропорций не существует То есть, ну, как минимум один к одному Но вы должны понимать, что сколько воды вы нальете Столько вот своих вот этих вот всех веществ отдаст чия в воду То есть она превращает воду в гель И если вы нальете там один к одному, то это все займет чия Если вы нальете один к десяти, она тоже займет это пространство То есть она невероятно разбухает Именно она не впитывает воду Она отдает вот эту вот слизь Желеобразная такая получается у нас субстанция Поэтому, в принципе, я бы рекомендовала делать так из опыта один к четырем Как правило, когда я делаю чия, я ее замачиваю Она у меня разбухает Я использую ее в нескольких блюдах И сегодня мы сможем посмотреть в каких В принципе, рекомендуют оставлять чия примерно на два часа Либо на ночь для того, чтобы она полностью вошла в действие Но это не так Вы можете буквально сразу замочить, буквально на несколько минут Перед тем, как вы готовите шейк или любое другое блюдо 20 минут это великолепно И этого будет достаточно Итак, сегодня приготовим несколько блюд Которые, в принципе, хорошо известны моей семье Но я хочу вас тоже познакомить с ними, поделиться Первое, это будет милкшейк Для которого мы будем использовать ананас Морошины в данном случае, вы можете брать свежий Будет использоваться кленовый сироп Будет использоваться, естественно, семена чия Которые, в общем-то, уже в разбухшем состоянии И будет использоваться молоко Я использую обычное коровье молоко Для вегетарианцев, веганов может использоваться миндальное молоко И я вам просто сейчас скажу, что это будет просто обалденно, незабываемо вкусно Это будет вкус, который просто, ну, что называется, срыв башки Кокосовое молоко Господи, это будет просто райское наслаждение Это будет напиток, после которого, ну, просто, просто Это невероятно Я не хочу сказать, что это милкшейк Это просто такой вот напиток, который вас насыщает, как полноценная еда То есть не просто, как водичка попили, да И, в общем, через 20 минут, что пили, что не пили Это, как, можете воспринимать этот шейк, как настоящая еда По калорийности и по насыщаемости, которую вы испытываете После того, как вы выпиваете порцию такого шейка Это очень, это супер Ну, естественно, я уже не буду говорить, что большинство моих знакомых И вообще американских голливудских звезд Кто использует разнообразные диеты Такие шейки, в общем-то, конечно, без молока Либо на обезжиренном молоке Либо на воде вы можете это все делать Являются просто ихней диетой Очень вкусно Дети мои просто влюбились в этот напиток Я вам хочу сказать, что по ощущениям Когда чия полностью вот так вот разбухла У нее вот на языке, знаете, она похожа Как будто вы кушаете вот семена киви Знаете, вот вы кушаете киву Киви косточки попадают И вот это именно то ощущение, наверное, которое я могу сравнить Следующее блюдо, с которым я хочу вас сегодня познакомить Это каша, это завтрак Это может быть ваш снак в течение дня Желательно готовить его заранее Для этого нам понадобятся разбухшие семена чия Либо иногда вы можете даже использовать сухие Если вы точно знаете, что вы ставите это на ночь Вам понадобятся овсяные хлопья В некоторых случаях вы можете использовать также кленовый сироп Вы используете йогурт Я беру фруктовый йогурт, который у меня есть Вы можете использовать чистый просто греческий йогурт Либо домашний йогурт Я использую в данном случае одну баночку Почему? Потому что я еще буду добавлять молоко Вы можете опять-таки добавлять разные виды молока Хотите миндальное, хотите кокосовое, хотите соевое Какое хотите Я добавляю обычное коровье молоко Опять-таки все это вы перемешиваете тщательно Добавляете молоко по той Желательно больше Много жидкости не будет Потому что любая лишняя жидкость, которая вам покажется, что будет слишком жидко И каша разбухнет И разбухнется мочия Займет вот это все влажное пространство Это может быть отличный снаг Который вы можете покушать через 2-3 часа После того, как вы это приготовите Например, вы куда-то уходите И вы придете Либо взять с собой на работу Либо я приготовлю это сегодня вечером Для того, чтобы завтракать Это завтра утром Субтитры сделал DimaTorzok Знаете ли вы, что буквально 2 ложки чия уже в готовом виде Заменяют вам яйцо Вы можете использовать чия в выпечке вместо яйца Ну что ж, и сегодня просто завершающий конек Сегодняшнего дня Это панкики Я добавляю в смесь панкиков Тоже уже готовый размоченный чия Выпекаю Оно выглядит как будто с маком По вкусу вы абсолютно не чувствуете никакой разницы Потому что они сами по себе семена Не имеют ни вкуса, ни запаха Но вы добавляете абсолютно Такую вот половину таблицы Менделеева В свою тарелку И в тарелку своей семьи, своих детей Это невероятно вкусно Это невероятно полезно Опять-таки вкус оно не дает Но вот свою вот эту вот структуру Которую оно придает продуктам Это просто непередаваемое ощущение Это невероятно, невероятно полезно Когда вы понимаете, что вы можете дать своим детям И своей семье Через такую еду Ну это просто стоит всего-всего Есть еще очень много блюд В которые можно добавлять чия С которыми можно готовить Немало напитков Практически в любой чай вы можете добавлять Вы можете просто взять томатный сок Добавить туда размоченный чия Взболтать хорошенечко И выпить такой коктейль Это будет невероятно вкусно Но самое главное Что это невероятно сытно Вы получите очень много разнообразных аминокислот Витаминов, питательных веществ И будете просто здоровы Поэтому я вам желаю здоровья И покупайте чия Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!